Дорогие мои друзья, здравствуйте! Вы на канале Блондинка Жарит. И сегодня я хочу приготовить вот такую молекулярную кухню. У меня есть специальный наборчик. Погнали! Дорогие мои, а я начну распаковывать набор. Но, в свою очередь, хочу сказать, что у меня их два. Один пришел вот в таком виде с поврежденной коробочкой. Один совершенно целенький, новенький, не вскрытый. И прям даже вот с этими упаковочками. А я начну вскрывать свой набор. Так. Значит так, это набор 8+. Здесь есть альгинат натрия. Так. Это формочки для льда. Шприц без иголки. Значит здесь мерные ложечки две. Это пищевой краситель. Порошок красный я вижу. Ну так думаю, что красный скорее всего. Потому что видно, что там красное что-то. Так, еще ложечки две японские. Дорогие мои друзья. Это мерный стаканчик. Трубочка свернутая в узелок. Я ее развяжу. Такая резиновая. Друзья мои. Здесь есть еще что-то. Это соевый лецитин. Прям все, что есть в продуктах питания. То есть здесь есть. Лактат кальция. Значит, ксантановая камедь. Надо же. Хлорид кальция. Агар-агар. Так. Надо же. Так. Дорогие мои друзья. Я вам сейчас покажу поближе эту коробочку. Покажу без изъяна коробочку. Вот. Сзади коробочка выглядит вот так. Здесь у нас желирование. Можно делать. Сферификация. Эмульсификация. Эспумизация. Эспумизация. Это превращение продукта в пену. Эмульсификация. Ну, эмульсия. Все мы знаем, наверное. Эмульсия на кожу. Эмульсия там. Так. Сферификация. Ну, понятно. Я так думаю. Сферификация. Это сферку делать. Красивую что-нибудь. Капельку. Это одна из самых захватывающих кулинарных техник, которые позволяют готовить невероятные блюда. Так. Друзья мои. Здесь есть, должна сказать. Значит, здесь детям не рекомендуется до трех лет. Не рекомендовать детям до трех лет. Прям так написано. Ну, здесь вот прям значок 8+. Поэтому, мне кажется, что надо следить за... Если дети будут это делать, надо следить за ребенком обязательно. Дорогие мои друзья, здесь есть инструкция молекулярной кухни. Значит, меры безопасности, требования. Здесь есть то, что не рекомендуется детям до трех лет. Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Содержат химические вещества, которые могут признать опасность. Ну, понятно, на кожу, в глаза все это нельзя. Значит так, мои дорогие друзья, в принципе, вот я по себе скажу, что агар-агар, хлорид кальция, вот это все. Ну, хлорид кальция, мы все знаем, то, что можно взять молоко и туда добавить хлорид кальция, получится творог. Правильно? А можно добавить уксус в молоко, получится творог. То есть, хлорид кальция, ну, в принципе, я не знаю, чем он опасен, но мы же его не будем есть. Или в глаз засыпать там, или что. Вот, не знаю. Соль, валецитин, тоже особо никакой эксцентовая камедь, тоже никаких это дает. Выпечки, допустим, можно добавлять вместо разрыхлителя. А что это? Лактат кальция, вот, не знаю, в принципе, лактат кальция. Не знаю, что это надо смотреть, но я не думаю, что это прям, это слишком что-то ядовитное. Ну, агар-агар, альгинат, надрия тоже везде добавляется. Вот, поэтому, в принципе, со взрослым человеком можно. Не знаю, почему здесь написано, так, хочу даже прочитать, что вот, рекомендации изучить, ра-та-та-та-та-та. Требование безопасности, мои дорогие друзья, удалить маленьких детей и лиц без защитного устройства для глаз, а также животных, в освещении, в котором проводится опыт. Обеспечить, чтобы все сосуды после использования были закрыты и хранить соответствующим образом. Мыть руки после окончания опытов, не есть, не пить, не курить в том помещении, где проводится опыт. После проведения опыта пищевые продукты необходимо выбрасывать. То есть, здесь я, честно говоря, думала, что я смогу этот набор кушать. И показывать на видео, как я это все приготовила красиво и съем. Но, к сожалению, к моему я очень расстроилась, честно скажу. Знала бы молекулярную кухню, делала бы по-другому из других средств. Не из этого набора, а взяла бы обычные, там, вычитала бы рецепты и сделала бы все по-другому. Но, раз этот набор есть, значит, делаем из него. Кушать мы не будем. И если вдруг кому-то попадет этот набор, пожалуйста, тоже следуйте инструкции, которая прилагается в нем. Значит, что? Здесь есть блюдо. Ванильный жемчуг есть блюдо. Это, ну, как икра, только белая, из молока, наверное. Есть, так, мятная икра, малиновые сферы. Малина 400 грамм, сахар 25 грамм, лактат, кальция 4 грамма. Для ванны дистиллированная вода, альгинат, надрия. Друзья мои, вы знаете, вот 400 грамм малины я сейчас возьму и страчу для продукта, который я приготовлю и выкину, получается. То есть, вот это молодцы, создатели набора, просто идеальные, я не знаю, маркетологи или что. Мне хотя бы предупреждали бы, что то, что вы приготовите, вы не сможете съесть. Прям большими буквами должны были писать, чтобы люди не попадались на это. Конечно, возможно, это интересно для опыта. Малину драть, естественно, не буду. Я найду сейчас что-нибудь попроще. Полусфера лимонные. И лимон тоже у меня, к сожалению, нет, я не кушаю лимон, не использую. Здесь у меня вот апельсин. Сейчас я подумаю, что я сделаю из этих рецептов. Так, ягодный соус. При помощи блендера еще. То есть, еще блендер надо замарать, потом отмывать на то, что ты не сможешь съесть. Молодцы, интересно. Кофейный эк ног. Ну, что сказать. Нет, я не против таких опытов наборов. Просто я против того, что не сообщать информацию. Что информацию я потом должна узнавать из буклетика, из инструкции, что это нельзя есть. Конечно, молекулярная кухня, вот эта упаковка, экспериментируй, удивляйся, познавай, молекулярная кухня, набор удивительных экспериментов для детей, жилификация, сперификация, эмультификация, испумизация, сделано в России, то все. Но нигде не написано, что это нельзя есть. Вот где? Нигде не написано, что это нельзя есть. Такие молодцы. На самом деле, должны были написать, сказать, то, что там приготовленные блюда из этих вот составляющих кушать нельзя. Это было бы честно и правильно. Вот хоть претензию им писать надо на вот туда вот адрес, где они там. Трюки науки, а? Ай-яй-яй, так не делается, друзья. Давайте что-нибудь сделаю. Вот я не знаю, спагетти из рукколы, но рукколы у меня тоже нет. Специально покупать, естественно, я не стала, потому что я хотела специально купить продукты и приготовить, и потом все это прекрасненько и вкусненько и красивенько скушать. Но, к сожалению, у меня не получилось это сделать. Видео я это снимаю только потому, что у меня был шорт, и я обещала снять видео с этим наборчиком. Так, ну, давайте сделаем испумизация лимонное облако. Нам понадобится 150 мг воды, лимонный сок. Я возьму какой-нибудь, сейчас найду что-нибудь из сока. Сахар и соевый рецитин. Так, ну, лимонный сок можно заменить лимонной кислотой. Так, лимонная кислота у меня есть отдельно. Я сейчас ее возьму. Сделаю сок из лимонной кислоты. С сахара добавлю. Значит, так, смешайте сингель в емкости. И нужно еще в блендере пену взбивать. У меня просто блендер очень огромный. У меня маленький был филипс блендер, и я в нем делала что-то, блендировала, не помню, что, честно говоря. И он у меня аж задымился. Я его отключаю из розетки, и он у меня ставлю в коридор, в пакет завязала. Все, чувствуешь запах, вонь, вот эта гарь. Она продолжает дымить. Я в машину, да, мусорного этого контейнера повезла, потому что у нас тут такое дело, контейнер далекова, стенка ставят. Вот. Ну, я еще не знала, где надо было искать. Так, у нас с контейнером проблемка. Мусоропроводы, ну, естественно, нельзя. Мусоропровод уж лучше отвезти к контейнеру и, естественно, не выкидывайте рядышком положить. Вот. Ну, короче, короче. Я повезла, и вся машина провоняла этой гарью. Поэтому филипс маленький блендер у меня сломался. А, Редмонд, большой блендер. Не знаю, что я здесь на нем сделаю. Лимонное облако. Может быть, что-нибудь без блендера? Тут все с блендером. Может, я буду рукой, вилкой вместо блендера? Ай! Опять с блендером. То есть, без блендера вы никак. Дорогие друзья, давайте я вам покажу все эти рецепты. Все-таки интересно. И пока подумаю, буду ли я снимать и что-то делать, портить продукты, переводить свои, которые я потом выброшу. И буду ли я потом отмывать еще блендеры и все вот это, учитывая то, что тут еще написано, что ни в коем случае не потребляйте это все в пищу. Может быть, это не пищевые агар-агара и хлориды кальция. Может быть, они какие-нибудь химические там с примесями. Вот, поэтому покажу вам рецептики. Ванильный жемчуг. Так, для него нужен сахарный сироп, ваниль, агенат, нагрия. Так. Мятная икра. Конечно, все выглядит красиво. Конечно, было бы замечательно все это, малиновая сфера, да, вот приготовить и скушать. Это было бы просто замечательно. Я бы с радостью бы это приготовила. Но, друзья мои, ну, ну, просто так, вот, честно говоря, да, для детского опыта это можно использовать, если детям интересно вот это все проэкспериментировать. Но, честно говоря, я не буду сейчас портить продуктики, переводить. Друзья мои, здесь есть разные, кстати, наборчики сзади. Здесь есть огненная метель, огненная метель. Ой, боюсь я уже ваши трюки науки. Друзья мои, огненная радуга, цветные свечи, золотой вихрь, бенгальский шум. Точная копия. Молекулярная кухня. Ну, да, спасибо, удивили. И лаборатория парфюма. Друзья мои, дорогие, я вот это все сложу сюда, назад. Конечно, замечательный прям набор. Ну, не знаю, может быть, он, конечно, интересен. И посмотреть, и все. Ну, я бы вот на мастер-класс лучше бы посходила посмотреть вот такой набор. Где-нибудь... На мастер-класс бы сходила посмотреть такой набор. Где-нибудь в торговом центре. Где-нибудь в... Ну, в каком-нибудь месте интересном. А вот, друзья мои, дома делать то, что нельзя съесть, ну, честно говоря, это упущение вот этих вот производителей набора. Не сомневайтесь, мои друзья, напишу претензию. Потому что, на самом деле, хотелось бы съесть, хотелось бы, ну, как-то молекулярная кухня, хотелось бы воспользоваться. А вот это, честно говоря, просто издевательство. Перевод продуктов. 400 грамм малины. Ну, под щас, пожалуйста, я возьму ее здесь в блендерсе из фигачу. Потом мне его мыть, отмывать, блин. Потом мне еще все там вот это тарелочки, все это все я и разложу. Все мне потом мыть, отмывать. Все продукты перевела. И, пожалуйста, на это набор и не съела. Выкинула на помойку. Странно, конечно, странно. Это рецепты такие. Но если вы что-то попроще рецепты, пишите, я не знаю, людям. Что это люди должны переводить? Я понимаю, ты эту малину купил, так ты ее съешь. Во-первых, малина полезна, там все, ягоды, то все полезно, вкусно, хорошо. И молекулярная, я думала, замечательная. Я приготовлю что-то необычное. Там спагетти, там, как говорили, какие-то из чего-то сладкие, как десерт или что. Ну, нет. Поэтому, дорогие мои друзья, видео у меня было сегодня именно такого формата. Я уже, конечно, прошу прощения за это, что так получилось. Вы, друзья мои, пожалуйста, меня поддержите лайком. Подпишитесь на меня, если вам было интересно. Напишите комментарии. Ну, я считаю, что, ну, я не знаю, отчасти-то я права, правильно. Тем более, на упаковке нигде не написано, что это нельзя есть. Ну, обязательно, я считаю, что я напишу туда письмо. Я считаю, что их должны, я не знаю, то, что напишите бы на упаковке, что не для приема пищи. То есть, нельзя принимать пищу. Да и почему не сделать агар-агар вот это все пищевыми? Я не знаю, почему их нельзя есть, когда это пищевые, по сути, это продукты. Лимонная кислота, там, что, агар-агар, вот эти альгинат, натрия, там, это же все добавляется в продукты. Почему их нельзя есть? Видимо, они какие-то с примесями, видимо, они какие-то химические, не пищевые, там, еще что. Друзья мои дорогие, обязательно хочу написать туда, пусть, ну, пусть сказать им, я должна. Вот. Вот. Вы, мои дорогие друзья, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки, комментируйте. Вот. Пишите свое мнение. А я, мои друзья, дорогие, с вами прощаюсь. Пока, 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 пока. Пока.